Валентины город Мендоса, ему 27 лет, рост 160 сантиметров без 67 килограммов 900 граммов, профессиональный рекорд 19 боев, 13 побед, 8 из них одержаны нокаутом, 5 поражений, 1 ничья, Науэль Альберто Галесси Его соперник в красном углу, боец из города Луганск, ему 29 лет, рост 178 сантиметров без 68 килограммов 500 граммов, профессиональный рекорд 11 боев Во всех одержанной победы, 7 из них нокаутом, чемпион АВФ Болтик, непобещенный Эдуард Скавинский Рефери Виктор Панин Возраст, рост и вес бойцов на ваших экранах так Так, мне кажется, здесь какая-то ошибочка, не метр шестьдесят рост, точно у аргентинца, точно не метр шестьдесят Ошибочка вышла, гражданин начальник Так, Эдуард Скавинский в делах в перчатках, начинает, в общем-то, всегда не спеша присматривается к аргентинцу Я хочу сказать, что Галеси ни разу не проиграл нокаутом, но здесь, в этом бою Эдуард У него есть шанс, да? Да, у него, да, Эдуард, бьющий боксер Бьющий, да, очень бьющий Сильно бьющий, я бы сказал Да, и нужно быть тут на чеку Галеси, кстати, сразу же хочу отметить Галеси вышел на замену на коротком уведомлении Потому что изначально должен был сражаться Эдуард Скавинский с Александром Шароновым Но случилось страшное Александр Шаронов отравился Из-за вот этого, из-за недомогания Но он остался жив, все хорошо Но вот из-за недомогания, к сожалению, не смог Не смог отмаксировать против Скавинского Так что Галеси такая темная лошадка Но могу сказать, видел я в гиле аргентинца Он, в принципе, может порубиться, может зарубиться И такой у него размашистые амплитудные удары, когда он зарубается Но пока он, смотрите, очень так дисциплинированно, собрано действует Галеси Да, Галеси и так присматривается к сопернице Но он понимает, что непростой парень этот Скавинский Ну и, кстати, завладел инициативой Эдуард Он начал поддавливать, он так потихонечку обстреливает Чувствуешь, что он хозяин ринга Да, он сразу показал, кто здесь хозяин За счет плотных ударов За счет темпа За счет темпа, да Галеси есть такая у него особенность, очень любит обниматься Ну, то есть он очень любит поклинчевать А Эдуард не любит обниматься Он любит бить Смотрите, несколько плотных ударов Пытается уже здесь садить Эдуард Но вот там что-то похоже на удар изобразил аргентинец Но на самом деле он может порубиться А отлично Прямой попадает здесь Да То ли еще будет Может быть Потому что я видел его в деле Он реально может порубиться У него тяжелые удары Но из 13 побед у него 8 досрочно Ну не будешь же он все 10 раунд так боксировать Вряд ли Вести такую манеру боя Сильно сомневаюсь Эдуард спокойно подходит к аргентинцу Аргентинец совершенно не работает передней рукой И дает возможность подходить ему Да Ну кстати говоря, есть у Галеси В послужном списке победа над небитыми боксерами Так в 2015 году Имея репорт Из 7 боев 6 побед, 1 поражение, 1 ничья Из 8 боев Он победил парня с рекордом 16-0 Ну это когда было? В 2015 году Ну да, уже получается Много времени прошло Хорошо, поджимаем Левый, левый, левый Голова, корпус Спокойно и внимательно Будет бросаться, он ты все время должен Давление, давление, давление Когда стоит у канатов Смотри куда бить За лофт За руки По ушам Внимательно Не лети Ветеражи Вот Бывает у него Особенность, бывает у него рассечение Да, очень часто Да, очень частые Поэтому, видимо, опасается этого Эдуарда Хорошо, защищался, кстати, от нескольких ударов своего соперника Опасно, опасно было По поводу рассечения можно вспомнить, да, этот Ну, какой-то степень Легендарный бой с Александром Ивановым Там была рубка, что нужно Там, да Там был хардкор настоящий Кстати говоря, Голеси, у него 5 поражений, все по очкам Но я посмотрел статистику У него Среди тех, кому он проиграл, не было нокаутеров То есть таких бьющих, прям, жестких ребят не было Ну, сейчас посмотрим Эдуард нокаутер Получится ли у него Достать врасплох А вот начал потихонечку просыпаться Голеси, кстати Ему ничего не остается делать Его расстреливает Эдуард Постоянно вбивает в него плотные удары И Голеси надо что-то делать для того, чтобы заставить себя уважать Пропустил на Уэль Вот и обнимашки Голеси Начал, 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 да, аргентинский боксер здесь В принципе, времени в вагон у Эдуарда, чтобы выбрать момент для атаки Подготовить атаку Можно придумать что угодно здесь Да Главное не заиграться Вот так и будет весь бой, друзья Я по поводу аргентинца Я думаю, рефери в ринге Виктор Панев будет здесь на чеку Ну, тогда все зависит от Эдуарда, когда он попадет Другое дело Не хотелось бы, чтобы, так скажем, вот такой вот Просто избиение в одну калитку было? Нет, чтобы Эдуард не прозевал момент Чтобы от него не усыпила вот эта вот относительная пассивность Опа, вот о чем вы сейчас сказали Да И пропустил в левой сбоку Эдуард Очень неприятно для себя Щелкнул так левым крюком здесь Голеси подопустил его, кстати, подопустил Хотя мог бы, да, попробовать? Но не рискнул пока Не рискнул Да Не рискнул Не решился, не хватило духу Пока Да и апперкота тут попытался просунуть Голеси Аргентинец, да, порой размашистый, но удар у него есть Удар у него есть Мы сейчас только что в этом убедились Что может, щелкнуть так навстречу Включился Эдуард Хлеско бьет Реваншист Реваншист Ну и вот Голеси тоже подразозлился Там вернул пару ударов Ну, кстати, вот если честно Пока немножко не типично Для себя действует Аргентинец Потому что я привык его видеть Рубакой Размашистым Здесь он похитрее Ну, возможно, опасается он Эдуарда И прочувствовал он его ударную мощь на себе И пока не рискует идти в такое открытое противостояние Да я думаю Личный прямой попадает Эдуард Я думаю, я однозначно еще и смотрел поединки с Кавинского По крайней мере, тренер-то точно А вот неплохая тачка Получилось бы немножко так усыпить бдительность Немножко пассивно себя повести и резко взорваться Ну, это, конечно, не сто процентов, что это получится Скорее всего, не получится, но Можно было бы попробовать со стороны Аргентинца Вот он и попробовал Он попробовал и получилось Да, и левый крюк Сейчас, кстати, нам его могут показать на повторе Хотелось бы увидеть, кстати, да Не показали нам, к сожалению, в повторах Не в этот раз Ну, а у нас третий, третий раунд Ну, ничего, в повторе на телеканале Бокс ТВ И вы этот левый крюк увидите обязательно Сразу джебом таким выстреливает Эдуард в начале раунда Боковой туда за блок он пробивает Пытался, да? Пытался, да? А вот ты левый крюк за локоть, под локоть Корпус от Аргентинца Может, все-таки Аргентинец не настолько уж и прост Вот я о том же И, может быть, что-то есть у него какая-то задумка Вот я о том же, что, возможно, он поменял стиль Ну и, грубо говоря, тактика подбиралась под соперника Это логично, да? Ну, у него не было много времени Не было, но, тем не менее, тем не менее Бой серьезный И тут таким боям нужно готовиться очень хорошо Ответственно и с хорошим геймпланом, скорее всего Не, ну, в принципе, видно, что в форме Аргентинец Ну, вот из старого стиля обнимашки Вот это у Галеси осталось Это даже не клинч, это обнимашки Да Хочет подружиться? Не, ну, здесь я заметил, когда Аргентинец, как говорится, делает эти вот обнимашки Можно сработать Эдуарду На выходе из клинча Да, на выходе, на выходе Как раз руки расслабленные у Аргентинца Придиско стартануть И расстать расплох А вот попытался, кстати, двойку сейчас пробить аргентинский боксер Так, первый раз оторвал перчатку от головы, выбросил прямой Я думаю, что Аргентинец, ну, не то чтобы ждет Мне кажется, я могу ошибаться Смотрите, он пытается поймать навстречу здесь аргентинец Через руку Мне кажется, что где-то, может быть, после экватора, поздним раундом он начнет работать Ну, если не пропустит Если он, да Тут еще надо дойти до этого Ну, попытается дойти до этого Потому что Эдуард пока такой оказывает очень серьезный прессинг Но мы видели И вы видели уже мы, телезрители, что аргентинец попасть может Попасть может, да И тут, вспомните, опасный левый крюк Который пропустил у Эдуард во втором раунде Там по корпусу, кстати, попал справа Головой было опасно у аргентинца Он так вежливо извинился О, пожалуйста Аперкот от аргентинца Даже, наверное, не аргентинец попасть может, а... Эдуард пропустить Да Есть просто такие моменты у него Увлекается, да Увлекается, да Увлекается, да Не уходит после атаки И... Распускает У меня такое ощущение, что Эдуард действительно Раз Он тебе обещал закончить бодер срочно Пытается сдержать свои обещания Ну, как минимум, он обещал, что не будет рассечений с его стороны Ну, это уже что-то И будем на это надеяться А вот кровь из носа у него бежит Отличный правый пробивает Эдуард Хороший комбинатор Пошел без ударов вперед, да Ах, нахватал аргентинец Нужно клинчевать аргентинцу А что он делает, собственно А он кормит, кормит его Эдуард под конец раунда Пытается включиться аргентинец Знаете, обострение пошло с обоих сторон в этот момент Ну, если будет рубка, будет очень зрелищно Стоп! Ждем следующий раунд Спокойно Шею Не деревьем Спокойно Тихо Не лети и джап Не лети на него Спокойно Не лети на него Джап Джеб, все получилось, не спеши. Наращивай, наращивай, на метит наращивай. Джеб, Джеб, не вяжусь. Амиго, амиго, амиго. Не, не, не. Текута! Текута! Четвертый раунд у нас. Эдуард Скавинский против Науэля Альберто Галесси. Боекция из Екатеринбурга против представителя Аргентины. Попытался так почтальоном отстреляться аргентинский боксер. Выбросил два удара с передней. Смотрите, опять пытается поймать левым крюком навстречу здесь аргентинец. Но если удар заходит, если удар залетает, как говорил Сергей Ковалев, лучший удар тот, который заходит. Ох! Обмен. Обмен. Правой на правую били боксеры. По внимательнее Эдуарду мне кажется нужен. Но в принципе он руки-то высоко держит. Лишнего-то особо не пропускает. Может не успевать просто реагировать где-то? Может быть. Хорошо так. Правой попал здесь Эдуард. Знаете, аргентинец немножко такой корявенький и бывает, но действительно не видно таких ударов. Как говорится, нежданчиков. Угу. Помним и одного корявого аргентинца, чемпиона мира. По имени Серхио Жюмель Мартинес. Жестко сейчас было от аргентинца. Да, и очень плёстко и неожиданно. Но по локтю. А бывает и по локтю даже когда попадают. Там оттачишь. А может пробить, да, туда. Но мне кажется, вот первую половину четвертого раунда Эдуард так очень серьезно оказывает давление на своего соперника. Но он работает первым номером. В принципе, я думаю, что правильно все делает. И что немаловажно, так мне кажется, подустал здесь аргентинский боксер, наподпускал. Осторожно. Опасно было, сейчас могут ударить аргентинец. Но придержал, надо отдать ему должное так. Да. Джентльменство проявил. Хорошо, два удара попадает Эдуард. Ну что мы видим? Эдуард пытается, как говорится, запереть в канатах. Галеси и пробить. Поджать и жестко пробить. Если этого не получится на протяжении двух раундов, можно попробовать подчеркнуть на себя. Поменять тактику? Да. Ну а Галеси, судя по всему, пока... Смотрите, какой через руку неожиданный. Ухо, ухо попал, как и сказал вам тренер. Попробовал бить. Можно попади туда немножко уточнее. И перевести на корпус сейчас, мне кажется. Галеси выживет в этом моменте. Нужно создавать больше моментов. Нужно постоянно, я так понимаю, соперника загружать все время. Чтобы не давать тому вообще поднять голову от плохо. Да, да. Будет ли сам Галесио пытаться где-то переломить ход поединка? Интересно. Я думаю, что будет. В каком это раунде он будет? В пятом думаете? Я думаю, ближе к поздним раундам. Где-то экватор ближе к поздним. Как-то вот так, мне кажется. Можно. Сколько раз сил у него останется? Думаю, ты сам Галеси это делать? Вот вопрос. И сколько останется сил у Эдуарда еще? Тут будет важно. Побольше, чем у Галеси, я уверен. Ну, у Эдуарда пока ничего, кроме того левого крюка... Стоп! Не донес. Ничего серьезного не пропустил. А, не пропустил. Да. Ну, ждем следующий раунд. Может быть галесоскергов мы от них Swan Zone?! Как и о чем ты? Галес Bere with вода ко мне. Галесе. Галесе сusteène region. Галесе с humid Cool sponsors и Last différents cidade в мLaughре рассказывают Ну, вот, кстати, есть небольшое рассечение у аргентинского бойца, и при этом рассечение повышено от ударов перчатки. Это очень немаловажный момент, друзья. Если рассечение будет усилиться, соответственно, может быть остановка там и такио, если дойдет дело до этого. Итак, пятый раунд. Бой подошел к своему экватору. Ну, на экватор Эдуард заготовил для себя сопернику рассечение. Не может теперь воспользоваться моментом, бить туда. Естественно, цель оправдывает средства в данном случае. Кстати, при ведущем раунде Эдуард очень неплохо так сказать обострил, и были у него хорошие точные плотные попадания. Возможно, вот одно из таких попаданий привело к рассечению. А вот смотри, кстати. А, нет. Чуть-чуть, вроде, потянул на себя здесь Эдуард и сразу плотно ударил правым боковым. Да, да. Но аргентинец много чего позволяет Скавинскому. Давайте честно. Левый джеб пробивает. Я думаю, ждет-ждет аргентинец момента, когда можно будет или перехватить Скавинского. Он начал метить корпуса немножко. Первый раз я видел за... Или сконтрить. И Эдуард, смотрите, тоже. Да, он так аккуратно действует. Аккуратно. Ответил тут же аргентинец. Полусредний вес весовой категории до 66 килограммов. 700 граммов. Самый один из самых денежных дивизионов, кстати говоря, в мировом боксе. Там столько звезд, друзья мои, что мама не горюет. Тут тебе и Эрол Спенс, тут тебе и Кит Турман, и Бенни Пакьяу, и кого только нету, и Шон Портеру, Дэнни Гарсия. Дэнни Гарсия, который, кстати, уже скоро будет встречаться. У него поединок буквально вот-вот на днях. Да, и наш российский боксер Александр Беспутин. Как ни крути, все равно чемпион. Абсолютно верно. Снова плотным джебом попал сейчас Эдуард. Хорошо по корпусу. Бежка по корпусу. Ну и аргентинские обнимашки в действии. Отработанные. Отработанные, да, уже схема. Чуть-чуть поуже бы. Поуже, да. Почти по затылку здесь попал. Нужно поймать время, прочитать время вовремя, ударить Эдуард попробовать. Где-то излично не торопиться, может. Да, что-то Галесия я пока не узнаю. Ну да ладно, еще пятый раз. Может быть, скучно. Привычка возьмет свое и он пойдет рубиться все-таки. А может быть, то ли еще будет. Тогда. У нас пока не идет рубиться Галесио все-таки. Идет. Учитывая, что у него еще и сечка. Да ему и не хватает физических данных. И где-то, да, даже он не выглядит таким бойцом, который может вот в этом поединке порубиться. Хорошо по корпусу и прочувствовал этот удар на Уэль Галесио. Почему не может пойти порубиться? Вот удары по корпусу от Скобилинского. Затормаживают. Ну, бывают вспышки у Леси, что он на 15 секунд взорвется, пойдет вперед. Ну, чувствуется, что где-то ему не хватает так вот работать в таком тэпе. Ощущение всего раунда не может работать так. У меня ощущение, что... Стоп! Друзья, чисто визуальное ощущение, что покрупнее Эдуард смотрит. Поатлетичнее, покрупнее, совершенно верно. Да, коллега, я думаю, зрение вас не подводит. Внезапно. Ну, я, кстати, вообще увидел, что Галесио выступал не только в полусреднем весе, но и в первом полусреднем. То есть он так в кэтч-вейтинг впускался на категорию ниже. А вот Эдуард Скобинский у нас... Вот так, не надо пропускать. Природный полусредневес даже с поправкой на лайт-миддла. Вот так вот. Нет, ну, по Галеси же видно, что он может спуститься ниже. Эдуард, наверное, вряд ли уже точно. А ему зачем? Ему не надо. Он чувствует хорошо себя. В этом весе. Ну, честно говоря, здесь, я так и понимаю, допуск, потому что на взвешивании он показал 60-80,5 килограммов. Соответственно, Галесио 67 килограммов 900 граммов. То есть это такой кэтч-вейт между полусредним и лайт-миддл. Друзья, сбросить вес – это одно, а отбоксировать – это уже другое. Шестой раунд. Так, будут ли сюрпризы? Так, пятый раунд прошел, кстати говоря. Аргентинец на ногах. Аргентинец еще на ногах. На ногах. Ну да ладно. Хорошим апперкотом здесь подцепил Эдуард своего соперника. Кстати, аргентинец пытается тоже немножко обострить. Начал он включаться, пошел вперед. Но я думаю, он понял, что вот та тактика выжидания ему дивидендов-то вообще не приносит. Приносит только... Боль. Боль. И пропущенные удары, да. И Галесио, видимо, решил что-то немножко изменить. Нет, посмотрите, вот начал немножко финтить корпусом. Так нужно, нужно. Вот, вот, вот. Почему постоянно ставить блоки-то? Вот сейчас, может быть, где-то попытается подловить. Вот, хорошо сейчас попадает. Аргентинец, кстати, точно там был удар справа боковой. Эдуард сделал вид, что он даже не заметил. Не обратил внимания на этот удар. Тоже такой психологический момент. Кстати, Марк, вот смотри, соперником боксируешь, бьешь его, бьешь точно, сильно. А он не падает и вообще не обращает внимания. Подламывает это в бою? Это не подламывает. Вот, я боксировал в июле с филиппинцем, когда во втором раунде у меня появилась возможность нокаутировать его. Я начал забивать его в углу, но он держал. Я начал немножко уставать. Это, не, не, сколько не подламывает, просто не понимаешь, почему ты не падаешь-то? Такие удары, такая бомбежка. А вот, смотрите, вроде бы намечается рубка. Вот, размашистые крюки от Галесио. И пошел вперед. Да, Галесио начал обострять. Вот, узнаю старого доброго на Уэля. Не понимаю, либо Скайвинский дает возможность вперед. Возможно, да. Либо появились силы у Галесио. Но, посмотрите, так неплохо очень на контратаках здесь ловит Эдуард своего соперника. А, пожалуйста, хорошая зачистная сила от аргентинца. Наверное, Эдуард дали установку в этом раунде подвигаться, поразбивать. Но, ни в коем случае, наверное, ему не говорили, застаиваясь на месте. Конечно. Не стоять. Нет, Галесио видно, что удар у него тоже есть. Оп, ты мне, а я тебе. Прекрасно. Опять апперкотом справа здорово подцепляет. Да. Эдуард. Кстати, не первый раз он уже доставляет проблемы вот этим правым апперкотом своему сопернику. Ну, вот упустил ситуацию Галесио. Решил снова пойти к ревнолюбе. Немножко поклинчевать, пообниматься здесь. Он сейчас, смотрите, он сейчас не пойдет вперед. Он устал. Он потратил действительно... Хорошо, хорошо. Шанс для Эдуарда, но мы видим, что он... Хотя здесь опасно, кстати... Придержал руку. Клинчует, клинчует Галесио поднимается. Там был момент, когда справа, кстати, навстречу попал Галеси. Ну, вот так надмашку. Ну, попал. Что Скавинский часто пропускает. Вы заметите, как подзаметился Галеси к концу раунда. Да, последние 30 секунд. Прям видно было, что... И какое количество ударов насобирал сразу. Выложился в этом раунде. Хватит ли на седьмой? Да, хватит восстановиться. Боксер он. Больше работай, сказали на Уэлю Галеси. Опыт у него есть. Ты в порядке, спросили? В порядке. О, локоток там был. И хороший апперкот. Помню, как-то пошел обниматься Виктор Артист к Хойду Байвезеру. В итоге был накалутирован. О, да. А мой Вейзер там сделал все по правилам. Да. Хойду претензий нет. Я просто отвернулся. Мне Вейзер его попросил, наверное. Седьмой раунд, друзья. И так, я думаю, бой, наверное, все-таки Скавинский выигрывает. Сто процентов выигрывает. Практически все раунды. Другое дело, что бой не закончен. Мне кажется, все. Может, где-то ровный был. В любом случае. Но большинство раунд. Да. Но перед началом, обратите внимание, боксеры так улыбнулись друг к другу. О, смотрите, что делает Галесио. Накаляется ситуация, накаляется. Он пытается обострять. Вот, старый добрый Галесио. О чем мы и говорили, что Скавинский бьет немножко уже. И вот в этот момент эпизод как раз был точнее. Можно попробовать еще раз? Вот аргентинцы под один размашистый удар, и можно же подловить и наказать. Конечно, вот, что как и сделал Скавинский в начале раунда. Ударом слева. Нужно взять на заметку у Дуарда. Вот, пожалуйста, провалил. И тут же можно было правый боковой сконтрить через руку. Все-таки сейчас он немножко подустал, и не столько быстрые рефлексы, может быть, у Скавинского. У Скавинского. Да, немножко где-то руки устали. То есть, в момент видел, но не успел просто. Да, да. Но обратите внимание, вот, предыдущая концовка предыдущего раунда также измотала и аргентинца, и он не таким бодрым вышел на бой. Смотрите. А почему такая ситуация произошла? Потому что он пошел вперед. Да. Он бил и устал. Он шел в предыдущий раунд очень много вперед, и концовку его пропускал. И сейчас очень быстро так функционально снова подсел. И опять клинчует. А у меня ощущение, что там уже в районе другого глаза то ли рассечения, то ли гематома. Хорошо пробивает два удара. Скавинский. Отличный оперкот. Галеси не разозлится, интересно. Да, мне тоже интересно. Сколько есть сил у Галесио для того, чтобы разозлиться? Нет, ну хоть как минимум здесь нужно... Абперкот просунул аргентинец, кстати. Как минимум здесь, наверное, спасет даже Галесио. Его злость может быть, его характер. Ох, как плотно пропустил сейчас аргентинский боксер. Ох, как плотно пропустил сейчас аргентинский боксер. Затянуто, и очень затянуто, и медленно стал уже бить аргентинец. Столкновение головой, но будем надеяться, что там нет рассечений. Нам не видно с нашей позиции. А вот сейчас каждый из боксеров мог ударить, потому что я перегорел в бокс. А я бы, наверное, пошел вы ударил. Не успели оба. Мы больше не болтать же пришли. Стоп, стоп, стоп. Там по спине, по-моему, у него. Ну и низковато подсаживался аргентинец. Стоп! 8. 7. 7 раундов позади. 8 будет позади после восьмого. 8 – это та цифра, которую мы увидим у девушки в ринге. Невероятно. Мы уже видим, кстати. Ждем следующий раунд. Супер. Супер. Серёвочка. Окей, окей, окей. А воюзный голодникан, Слава Ольга, или Федом Меликан? Право не бросай. Слезай, всегда с древа начинай. Секундам! Мену горы! Секундам! 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 Красивый угол, побыстрее! Побыстрее! Перерывы нам показывали и в углу работали над левой бровью Эдуарда Сканвинского. К сожалению, для себя получил он здесь рассечение. Всё-таки получил. Всё-таки получил, да. Но отцепновение головами. У нас восьмой раунд. У нас восьмой раунд и ещё, в принципе, три-трёх минутки у нас впереди, если не случится чего-то. Я думаю, Галеси виноват. Да, это тот эпизод, когда было столкновение там головами. Сам же ещё и жаловался. Да. И он же ещё апеллировал к рефери. Хорошая. Такой взрыв от Эдуарда. Ну что, друзья, думаете, закончится будет досрочно, нет? У нас ещё три-трёх минутки. Мне кажется, у боксёров ещё есть силы для того, чтобы нанести нокаутирующий удар. Зависит от двух людей в ринге. Ну и иногда от третьего. Есть шанс, есть, мне кажется. И если Эдуард, мне кажется, где-то ещё так же продолжит обострять, то есть шанс закончить досрочно. Если Галеси полезет рубиться сейчас, то Эдуарды будут шансы его подловить. Потому что в рубке он размашист, аргентинец. Ну да, да. Мне кажется, так открылось небольшое второе дыхание даже у аргентинского боксёра. И Галесио так посвободнее стал двигаться. Где-то чуть-чуть подрасслабился. Опа! Смотрите, как угрозаешь крюки. Ещё буквально пару раундов назад казалось, что очень сильно он подутомился. И очень неприятное всё-таки рассечение на левой брови у Эдуарда. Опасно. Опасно сейчас было. Застоялся, застоялся Эдуард. И смотрите, как развил этот эпизод Галесио. Я думаю, Галеси будет пытаться даться до конца и пытаться в эти моменты. Да, да, да. Он прекрасно поймает. Ага, здесь у меня зашёл удар. То есть он будет не то чтобы выцеливать, но при случае он бросит туда. Плюс, видите, почувствовал немножко так, может быть, даже кровь. Здесь Галеси и пытается. Видит он рассечение. Видит какой-то для себя шанс. Ну, естественно. Но, если честно, я не вижу никакой перспективы в этом бою у Галеси сейчас. Пока что. Пока что, да. Но я думаю, смотрите, из угла его постоянно подгоняют. То есть просто шивься от Эдуарда сейчас. Как он будет защищаться? Пропустит, не пропустит. Меньше минуты остаётся до конца восьмого раунда. Если Галеси хочет решить исход боя одним ударом, не знаю, тот ли это случай вообще. Ну, в этом раунде Галеси смотрится лучше, чем в предыдущих двух. Как вы сказали, всё зависит от двух парней в ринге. Смотрите, идёт, пытается идти вперёд Галеси. Попадает справа. Не точно, но попадает. А вот сейчас повезло Скоринскому, что слева не прошёл удар. Там как раз правая рука у Эдуарда была опущена. Периодически опускает правую руку. Неудобно было бить. Ну да. Пошёл в атаку аргентинец. Но. Всё-таки у Эдуарда видно есть такое небольшое рассечнение идёт, да? Да, да, да. Или это кровь из носа. Пропускает справа. А вот Скоринский. Неплохой эпизод для Эдуарда был ещё. Здесь можно перехватить с инициатива. Заканчивается раунд. Стоп! И всё-таки восьмой раунд у нас тоже уже позади. Два. И мы увидим девятый, это точно. Галеси добавил. Добавил, добавил. В этом раунде он смотрелся лучше, чем в предыдущих двух. Вы бы рассуждали о функционале, о том, что, возможно, где-то копит силы Галеси на концовку. Но дело интересное, что не всегда можно угадать, как закончится поединок. Вспомните Энди Руиз, да, первый бой. Кто мог предположить, что этот мексиканский толстячок? Нет, ну это на самом деле как бы с иронией, но без ненависти. Даже такие искушённые люди, как букмекеры, и то не могли этого предположить. Помните, какие были коэффициенты ставок? Если бы вы поставили всего тысячу рублей, могли бы это заработать. Обмануть букмекера – это святое. А у нас девятый раунд. Ну что ж, сколько осталось сил у Скавинского, вот ещё вопрос. Плюётся Галеси, да? Очень много, да, плевков он уже сделал в этом поединке. Здесь можно сейчас сделать вывод, что Галеси будет эти два раунда стараться обострить. Всё-таки попытается порубиться, думаешь? Да, конечно, я думаю, что да. Соглашусь полностью, Марк, я думаю, Галеси попытается. Есть у него какой-то небольшой шанс, и он попытается за него зацепиться. Но его небольшой шанс – это жёсткие боковые навстречу. Которые Эдуард не дает пропускать. Но то, что Галеси, если будет вестись агрессивно в этих двух раундах, это определённый шанс для Эдуарда. По корпусу сейчас пропустил справа Скавинский. Как-то более в прошлых боях был зол Эдуард, а в этом бою он как-то поспокойнее. По-доброму. По-доброму, что ли, как-то? На спарринг это не похоже? Не усыпил ли внимание своего соперника, всё-таки Галесио, той манерой поединка, которую он ввёл в первой половине поединка боя? Да вряд ли. Просто не получается то, что хотел бы сделать Эдуард. Ох, хорошо, через руку попадает Эдуард. А вот сейчас получилось? Да. Оно чуть-чуть ниже надо было ударить. Дальше нет обострения. Даже вот, я заметил, левую ногу поднимает Галеси, когда бьёт удар по корпусу. Опа! Там хороший обверг. Галеси показывает, что всё в порядке. Но там Дёновас-Дёновас голова-то у аргентинца. А вот правый боковой зашёл у Галеси, кстати. Он чувствует все эти удары. И ещё один зашёл. Решил поработать в первом номере. Агрессивно решил. Да-да-да-да-да. Вот я... Вот теперь я узнаю Галеси, которого видел по-прежнему бою. А и снова пропускает апперкот Галеси. Этому апперкоту бы ещё что-нибудь. И ещё один туда же. Аперкот и боковой. Но держит. Держит. Аргентинец держит эти удары. А если попробовать Эдуарду просто взорваться, взорваться мощными ударами? Серия? Да, хорошая серия. Но пока не делает этого Эдуард, не рискует. Да, есть ли силы? Может, в десятом? Ну, может быть. Но смотри с другой стороны, Марк. Вот ты боксируешь. Ты понимаешь, что ты бой выигрываешь. Есть ли смысл взорваться и тратить силы? Если ты понимаешь, что соперник точно не упадёт? Наверное, может быть и нет. В последнем раунде можно попробовать посмотреть. Опять же, это зависит от ситуации, от характера боксёра. Но это его мышление. Но вот Галеси пока падать не собирается. Хотя был момент, когда он был на грани. Было момента три, наверное. И один момент в пользу Галеси тоже во втором раунде. Но до нокдаунов у нас дело пока что не дошло. Не давай бы восстанавливаться. Да, это мы слышим из угла Эдуарда. Ну, Эдуард сам подустал, разберёт такие паузы. Вот такие вот взрывы двухударные. Ну, этого мало пока. Есть у меня подозрение, что... Опа, хорошо! Готов к этому всё равно Галеси. Есть у меня подозрение, друзья, что всё-таки увидим мы десятый раун. Однозначно да, и увидим его полностью. Хотя, ну, я не знаю, пока честно не предвещает. Тогда, конечно, возьмём паузу и проверим твою интуицию чуть-чуть позже. Вот так и работает. Сиренка, пожалуйста. Спасибо. Эдик, всё хорошо. Эдик, дорогой, последний раз пожать руки сопернику, хорошо? Внимательно, внимательно собрано. Пожать руки сопернику, внимательно собрано. Вот и бушет. Возьмите. Окей, окей? Пожать руки, перестанет. Пожать руки, перестанет. он обострить у него единственный шанс выиграть бой это нокаутировать соперника я думаю это прекрасно понимаю да смотрите какие размашки сейчас не возможно практически невозможно но добавит ледуар попадает но смотрите он немножко расслабился и начал выкидывать удары уже но не попадет по очкам но понял что ну сгнаться за нокаутом смысл удар может сам придет час до неожиданно а выцеливать и в итоге зимусь зимусь самому были же ну сколько было в истории бокса ситуации когда боксер по очкам выигрывал явно-явно потом разбанка и до свидания вот я я уверен что колесе больше не ожидают тех вот вот он расслабился скринский и может быть раз разорвется вот это вот как сейчас не ожидает а если будет монотон на работе дуар готов к этому колесе согласен да и за то время которое прошел уже поединок он примерно почувствовал те углы под которыми бьет эдуард сила удара сила удара да и он готов к этому поэтому тут возможно нужен такой неожиданный удар обман какой-то может вот можно было бы уйдите на школу по-моему они подружились мне такое ощущение улыбаются друг другу и дружба это конечно хорошо но за пределами ринга но денежки в росте табачок в росте минут осталось быстро пролетело время в этом раунде все равно нужно быть эдуардом на чеку на щеку колесе может улыбаться улыбаться так а потом как ударить поддать хорошенько и все отличный апперкот снова от эдуарда а вот решил перехватить соперника голесе ненадолго его хватило но нужно как-то обозначить что эдуард тут 100 выиграл нужно ему взорвать что он не делает и клинчует голесе абсолютно сознательно еще пытается работать в клинче кстати вот как кажется сейчас вот три секунды осталось эдуард начнет работать я думаю здесь все ясно друзья но дождемся объявления победителя в любом случае однозначно а Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, в этом бою победу единогласным решением судей одержал Эдуард Скавинский! Продолжение следует... Продолжение следует...